Это заболевание можно сравнить разве что со СПИДом, говорит о коронавирусе Людмила Бадальян. Если брать в расчет Новосибирскую область и Берск в частности, то такой смертности на этих территориях не было никогда. Доктор со стажем работы более чем 40 лет. Сама перенесла корону и знает эти ощущения не понаслышке. У меня было средне-тяжелое течение, немножко атипичное. Средне-тяжелое течение ковидной инфекции. Пневмония всего-навсего поражения 25-30%. Я не лежала в ковидном госпитале, но в силу того, что у меня в доме есть врач-реаниматолог. Вот когда сатурация 90 и меньше, ну я вам скажу, это очень тяжелое состояние. Я никогда не думала, что сатурация раньше, вот до ковидное время, сатурация 90, это синдром дыхательных расстройств. И такие больные у нас автоматически шли в реанимацию. Ну сами понимаете, если 1400 человек в месяц у нас в среднем проходили через ковидные госпитали, у нас такой реанимации нет. Очень сложно принимать по 18 позиций препаратов, отмечает Людмила Бадальян. Не каждый организм выдержит, да и лечение не из дешевых. Между тем, коронавирус поражает практически все органы. На сегодня в реанимации Берска есть люди в крайне тяжелом состоянии. Есть даже такие пациенты, рассказывает Людмила Владимировна, которым однократно в день вводятся лекарства стоимостью около 100 тысяч рублей. От заболевания никто не застрахован, но и превентивные меры никто не отменял. Гигиена, средства защиты и прививка помогут пережить пандемию, уверена доктор. Маски надо менять каждые 2-3 часа. Ну, мы медики, мы к маскам привыкли. Для меня это никакой беды, никакого унижения, что я приду в магазин, приду в парикмахерскую или куда-то, что я буду в маске. Для меня этого нет. Мне доводилось много лет назад бывать в Китае. Уже тогда, 10 лет назад, все китайцы носили маску. А это было так забавно, так интересно. Мы думаем, что ж они нас, европейцы, боятся. А вот они чего боятся. Они боятся вирусных инфекций. И они молодцы. Доктор не агитирует за прививочную кампанию. Она говорит, это личное дело каждого. Тем не менее, чтобы обезопасить основную группу риска пожилых, им необходимо прививаться даже несмотря на хронические заболевания. То, что после прививки можно заболеть, уже известно. Но, по словам Людмилы Владимировны, заболевания проходят в более легкой форме и не наносят необратимого ущерба организму. Вирус останется у нас навсегда. Другое дело, что мы научимся с ним работать. На сегодняшний день вы должны все понимать, что не существует ни одного противовирусного препарата, который бы просто взял и убил этот вирус. Плохо это или хорошо? Никак. Но человечество над этим работает. Коронавирус буквально делит жизнь людей на до и после. А чьи-то жизни попросту забирает. И если изменить случившееся, мы не в силах, то приложить максимум усилий для того, чтобы обезопасить себя и близких, нам вполне по плечу.